Третий день отопительного сезона. По информации энергетиков, к теплу подключены более 1200 потребителей Саратова. Как утверждают специалисты, подача отопления в дома идет по графику. Наша съемочная группа побывала в квартирах горожан, тепло к которым пока еще не поступило. Кто чем согревается, расскажет наш корреспондент. Несколько пар шерстенных носков, теплые кофты и одеяла. Речь идет не о северной экспедиции. Это жильцы саратовской многоэтажки по адресу Слонова 26-30 пытаются согреться. Вот кофты, носки теплые, теплые эти, как штаны такие вязаные теплые. Ну и юбка, и вот кофта на мне две. Вот так вот. В доме нет не только тепла, но и горячей воды. Ее отключили еще летом. Чтобы искупать свою маленькую дочь Ирине Андрющенко, приходится нагревать воду в кастрюле. Добиться от коммунальщиков, когда из крана потечет кипяток, ей так и не удалось. Я ходила в ЭТЖУ как на работу ежедневно, просила выяснить этот вопрос. Сначала мне говорили, что ее надо сливать. Сливается она у меня, может сливаться два часа, три часа. То есть она даже теплая не становится. Как с этим бороться, просто не знаю. Все люди, конечно, как бы в ужасе, потому что сейчас уже холодно, она просто ледяная идет. Похожая ситуация и на улице Новоузенская. Вера Федоровна говорит, нет ни горячей воды, ни отопления. От холода спасает лишь чудо техники – кондиционер. Кондиционер какой-то, вот он. И вот он, и вот он, спасибо вам, немножко меня обогрели. Горячей воды нет, потому что ремонтируют теплотрассу, говорят жители. Их слова подтверждают и энергетики. И обещают, горячее водоснабжение в дома поступит в ближайшие дни. Что касается отопления, то график подключения необходимо уточнять в управляющей компании. На сегодняшний день подключено у нас из 4588 потребителей, подключено больше 1200 потребителей. По графику мы планировали до 18 октября закончить полный разворот всех сетей и в том числе подключение всех потребителей. Но вот по просьбе администрации города же сроки будем сокращать. Вхождение в отопительный сезон лично контролирует глава города. Олег Грищенко сомневается, что ремонт теплотрасс, которые проводит Волжская ТГК, не повлияет на подачу тепла в дома саратовцев. По его мнению, уровень организации работ не удовлетворителен. Графики сдачи объектов постоянно откладываются. Глава города пообещал, что будет и дальше пристально следить за ситуацией.